Положение не вводится в определенных регионах, а вводится в стране. Для этого нужно просто прочитать законы. В военных областях возможно ввести? Военное положение у нас уже пытались вводить 3 или 4 раза. Для этого, во-первых, надо объявить, кто у нас враг. А у нас государство, к сожалению, не может этого сделать очень долгие периоды времени. Второе, надо понимать, какие ограничения будут со стороны мировой общественности и внутри страны. На первую очередь, Украина будет отрезана от финансирования со стороны финансовых институтов. А это на сегодня будет колоссальной проблемой, поскольку помимо официального дефицита бюджетов 70 миллиардов, у нас еще 150 миллиардов, дефицит пенсионного фонда 150 миллиардов, дефицит связанный с национализацией Приватбанка, и 250 миллиардов Украина должна выдать по внешним займам и по обслуживанию госдолга. То есть, реально у нас денег 120 миллиардов, и хватит всего на 6 месяцев. Поэтому, я думаю, на этот шаг никто не пойдет, и его очередной раз достают как козырного туза для того, чтобы всех напугать. А во-вторых, надо понимать, что военное положение сразу ограничивает права и свободы и граждан, и средства массовой информации. То есть, по сути, могут быть закрыты каналы, ограничен доступ к интернету, и это, наверное, на сегодня единственный плюс, который на руку власти для того, чтобы удержать те протестные настроения, которые возникают у людей в связи с падением уровня жизни и с подъемом в очередной раз тарифов. Но я думаю, что, как всегда, поговорят и разойдутся. Я не думаю, что Порошенко внесет этот законопроект или провластное большинство, поскольку понимает, чем это для них чревато. То есть, если объявить Россию врагом, то мы понимаем, в первую очередь, что тогда развязываем руки России, а как Россия воюет, мы видели в Сирии. Поэтому я думаю, что на этот шаг не пойдет никто. Ну, я, в отличие от многих экспертов и рассуждающих о ситуации на Ранбасе, за последнюю неделю был в Авдеевке и был не раз. И хорошо знаем ситуацию, знают, что говорят люди. Мы занимаем последовательную позицию последние два года, что мира можно добиться исключительно дипломатическим путем, а не обострением конфликта, а не обострением войны. В этом мы полностью солидарны с мировыми лидерами. Я напомню, что полчаса назад появилась информация, что есть официальное выступление у полновоченного по иностранным делам, фактически министра иностранных дел Евросоюза Маггерини, которая четко сказала, что необходимо созывать срочно нормандский формат. Это то, что я сказал еще из Авдеевки. Находясь в Авдеевке пять дней назад, и непонятно, почему это не сделано. Необходимо сейчас созывать нормандский формат. Не выходит на уровне первых лиц, хотя нужно на уровне первых лиц, а хотя бы на уровне министра иностранных дел и снимать эскалацию конфликта. Это то, что надо сделать быстро. То, что необходимо сделать в среднесрочной перспективе месяц, два, три, это реализовать то, что прописано, тот алгоритм, который прописан в соглашениях. Кому-то они нравятся, кому-то они нет. Но это единственный на сегодняшний момент алгоритм, который кончит войну. Когда с одной стороны десятки тысяч людей, с другой стороны десятки тысяч людей с оружием, обострения будут возникать. Нету альтернативы реинтеграции Донбасса и контроля над границами. Реинтеграция Донбасса. Скажите, Александр, на условиях России или на условиях Украины? Это Евгений Киселев задает вам вопрос. Здравствуйте, Евгений. На условиях минских соглашений, которые подписаны в четырехстороннем формате, в том числе руководством Украины, Германии и Франции. Какие это условия? Это разумные условия. Давайте вспомним, что минские договоренности подписывали не главы государств. Да, там о реинтеграции все-таки в минских договоренностях речи идет мало. А вот давайте уточним, Александр Юрьевич. Что уточним? Конкретизируйте вопрос, пожалуйста. Уточним. Вот вы говорите на каких условиях. Вы говорите на условиях минских договоренностей. Но там очень мало сказано о конкретных путях реинтеграции. Вот дальше мы вас перебили, а вы уже начали говорить, что... Конкретно это... В минских договоренностях четко написано, что проводятся выборы на второй день. Там так написано. После присмотра ОБСЕ проводятся выборы и по украинскому законодательству. Естественно. Значит, после этого перекрытие границы... Александр Юрьевич, ну это же все не реинтеграция, вы же понимаете, да? Идеальный вариант. Идеальный вариант сначала границы на 100%, после этого выборы. Но ничего в жизни идеального не бывает, и жизнь это путь компромисса. И в этой ситуации тоже необходим компромисс. И он зафиксирован в минских соглашениях, подписанных нами. Там, где написано, что на второй день мы получаем границу. Если это единственный путь, то надо идти по этому пути. И те, кто говорит, что хочет возвести войну вечно, это только те, кто хочет украсть на этой войне еще миллиарды. И никакой другой цели у них нет. Позвольте контрольный вопрос, Александр Юрьевич. Я вот тут гостем, как и вы, сам себя только представляю, но мне, честно говоря, интересно. Как вы считаете, президент Российской Федерации Владимир Путин лично несет ответственность за обострение ситуации в Афгейске? Слушайте, я считаю, что в мире есть несколько полюсов... Александр Юрьевич, а конкретный вопрос, а Путин виноват или нет? А я вам отвечаю простыми словами на сложный вопрос. Значит, я считаю, что в мире есть несколько геополитических игроков, в том числе Соединенные Америки, в том числе Китай, в том числе Евросоюз, и в том числе туда входит Раби. Нравится это или нет? Ну, потому можно ждать, сто лет ждать, до конца жизни, такого партнера, который тебе будет удобен. Можно партнера говорить в кавычках, можно без кавычек, а можно и нужно работать с тем, кто есть, для того, чтобы закончить войну. Давайте будем там кого хотим. Вот, Александр Юрьевич, я вас слушаю, извините, что я вас перебиваю. Вот вы сейчас, изворачиваясь и уходя от прямого ответа на мой вопрос, на мой взгляд, являете собой, ну, просто вот, живой пример того, как вы и ваша политическая фракция не даете ответ на вопрос, о том, виноват лично лидер соседнего государства в ситуации на Донбассе или нет? От того, что мы будем всех оскорблять, вот точно ничего не изменится. Наша цель мир, а не наша цель оскорблять... Да вы на двух стольях сидите, господин Вилкун. ...заниматься радикализмом. Вот вы точно не хотите мира. Или вас кто-то нанял, да, для того, чтобы вот эти вот сейчас двигали месседжи, как говорят политтехнологи в телеканале. Или вы сами лично почему-то не заинтересованы в мире. Вот другого объяснения у меня нет. Александр, а что изменит в ситуации в Минском процессе... Скажите, вы считаете, что министр Росказа дел Евросоюза для вас авторитет? Александр Юрьевич, а что изменит в Минском процессе, в процессе урегулированной ситуации, то, что Александр Вилкун в эфире нашего телеканала скажет, что Путин виноват в ситуации в обострении в Авдеевке. И как-то это ухудшит, переговоры усложнят. Слушайте, я объясняю. Если мы хотим договариваться, то можно оскорблять кого угодно. Америку, Россию, Европу и так далее. А кто никого не оскорбляет, простите, пожалуйста. А кто кого оскорбляет? Послушайте, давайте заниматься тем, что ведет к миру, а не заниматься тем, что ведет к войне. Потому что это в очередной раз десятки, сотни, миллионы пострадавших и погибших. Поедьте в Авдеевку и поговорите там с людьми. И они вам скажут, не обзывайте друг друга и оскорбляйте. А находите пути к миру и занимайтесь мирными переговорами и мирным реализмом. Легко сидеть в теплой студии, теплого канала и рассуждать, кто виноват, кто плохой, кто хороший. Вы поговорите с людьми, им все равно, кто плохой, кто хороший. Они хотят, чтобы война закончилась. И поговорите с нашими ребятами в СССР. Они тоже только хотят одного, чтобы война закончилась. А в теплых студиях, в теплых каналах можно оскорблять, можно говорить что угодно. Люди дохнут, есть нечего. Платежки сегодня, я в Харькове был сейчас, платежка ровно равна тому, что получает человек. Какая экология? Экология от чего? На кладбище какая экология? Безумные, сумасшедшие люди, которые не видят, где живут. Зажравшиеся, не понимающие своего народа. Разговаривающие о том, что им только одним интересно. Вот все результаты того, что я вижу. И в Руны, еще раз говорю, в Руны, смотрите. Три недели подряд отпуска. Ну что это такое вообще? Вы знаете, недовира до Верховной Рады, благодаря таким, як поруби. Недовира до Верховной Рады, благодаря тому, что по какому-то невероятному стечению обстоятельств, во главе парламента находится человек, который сказал, что вторая половина Украины на Востоке, это не люди. Который сказал, что да, завезли людей, я не буду с ними считаться. Вот благодаря вот этим вот проходимцам, которые два с половиной года языком строят страну, вместо того, что-нибудь сделать. Еще раз повторяю вам одно. Есть одна единственная честная формула оценки власти. Если в результате правления какой-то власти вам стало жить лучше, это власть хорошая. Если в результате правления какой-то власти вам стало жить хуже, это власть плохая. А если в результате правления какой-то власти, жизнь там не в Магаду, то власть полная дерьмо. Вот и весь ответ на вопрос. Остальное все от лукавого. Петь я могу сколько хочешь, я спою 8 раз, и что? Полегчает в магазине? Еще и с ГАП-АК пусть танцует. И что, к цены упадут? Надо заниматься жизнью людей, а не бредом этим. Так что не питание, что до коалиции, потому что поделковали 10 депутатов, может выйти с боку Петра Порошенко. Как вы бачите росток подий далее? Так и сейчас нет никакой коалиции. Сейчас нет никакой коалиции, нет списка. Я подал бумагу, мне поруби и ответил, что глава Верховной Рады, я некомпетентен отвечать на эти вопросы. А на что это компетентен? Песни петь. Поэтому Рады нет. Коалиция вранье. Повторяю, вранье. Поэтому я могу вам сказать одно. Они прекрасно понимают, к чему они привели. Для того, чтобы им все равно надо отвечать на вопросы коалиции. Они уже не могут. Для того, чтобы им выйти из этого. Сейчас спровоцируют какой-нибудь, увидите. Вспомните мои слова. Две-три недели спровоцируют какую-нибудь ерунду. Потом под крики опять переформатируют свою коалицию и все будет в порядке. В Систану требует вводить по-другому. Поворовали. Знаете, вот есть такой Салтыков Щедрин, был такой русский писатель. Он написал такие слова. На патриотизм, как только начинают напирать, значит, проворовались. Поэтому еще раз говорю. На мой взгляд, война вот здесь. На мой взгляд, война в магазине. Война на базаре. Война, когда человек получает платежку. Вот это и есть уничтожение Украины. Номер один война. Вот за эту войну и надо разговаривать. Все остальное это так, знаете. Хотели бы, давно бы закончили. Война им выгодна. Та, что война сегодня на Донбассе, им выгодно. Там миллиарды зарабатывают на крови, на несчастье. Одни на оружие, одни на наркотиках, одни на всем остальном. И не дают нам закончить эту войну. А потом поют здесь песни, потому что мы такие патриоты. Если бы хотели закончить войну, пять минут и закончилась бы война. Спасибо. Спасибо. Встаешь утром, прослезился от счастья. Вот я вам покажу. Мне выдали новый план работы вот этих патриотов. Вот смотрите, мы сейчас неделю работаем. Неделю, да? Потом опять отдыхаем. Потом опять неделю работаем. Потом две отдыхаем. Это потому что воюющая страна, потому что нам нельзя уходить с парламента. Потому что нам надо тут трудиться. Вы понимаете, вот опять разрыв между тем, что они врут, и тем, что происходит. Я сейчас посмотрел программу вот этой недели. Люди, ничего нет про тарифы, ничего нет про платежки, ничего нет про то, что волнует людей. Какая-то ересь опять будем в законной языке обсуждать. Чтобы наконец вот уже, чтобы мы с голоду помирали, когда ходишь в магазин, чтобы ты на украинском языке просил, чтобы тебе труну выдали. Что это такое вообще? Нет у них.